В имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня на библейском портале Экзегет мы читаем воскресное Евангелие о 70 апостолах. Это 50-е зачало Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 10 глава, с 1 по 15 стих. И здесь мы находим такие слова. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Итак, что мы здесь видим? Подобно тому, как Моисей избрал 70 старейшин, судей, шефтим, которые получили Духа Святаго для совершения своей работы, Христос избирает еще 70 апостолов, которые как бы символизируют собой с одной стороны судебную палату, Сангедрин, то есть Сенедрион, а с другой стороны символизируют собою 72 народа, к которым должно быть обращено Евангелие. Ибо в понимании евреев на земле после Вавилонского столпотворения произошло разделение людей на 70 языков. Ну, имеется в виду на 72, но в Писании принято округлять цифры. И вот Господь, избрав этих людей, Он дает им устав, который очень напоминает тот устав, который был дан и самим 12 святым апостолам Иисуса Христа. Таким образом, Слово Божие показывает нам, что эти числа, они не случайны. 12 апостолов символизируют 12 сыновей патриарха Иакова, которые были родоначальниками 12 колен еврейского народа, а так как Господь решил создать новый народ Божий, не только из потомков Авраама, Исаака и Иакова, Он избирает 12 апостолов, которые будут обращаться ко всем племенам земным. А что это точно имеется в виду? Все племена земли избирается еще и 70. Так, например, известно, что в Иерусалимском храме на Пасху приносили в жертву 70 быков в память о том, что на планете есть 70 народов, и чтобы каждому народу было благословение от Бога. Потому что древние евреи, они понимали, что их назначение не быть вещью, которая замкнута сама на себя. Именно за это Господь их лишил, их первенства. А они должны быть народом-светочем, который должен принести свет закона другим народам, племенам и языкам. Как в книге «Второзаконие» сказано, чтобы другие народы, увидев, как вы живете, спросили бы, что это за законы, которые вы исполняете. И Господь говорит им «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Оказывается, они не только должны идти и проповедовать, они должны молиться о том, чтобы появились другие проповедники Евангелия, другие апостолы, которые будут продолжать эту миссию. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Действительно, миссия христиан в этом мире – это как свет, который во тьме светит, и тьма не может объять его. Это как овцы, посланные в мир, который переполнен волками. Мир падшего человечества – это мир полный агрессии, где идет борьба за существование, за выживание, за первенство. Каждый конкурирует против другого, имея в виду свои собственные интересы и преимущества. В таком мире проповедь Евангелия действительно выглядит как явление овец среди волков. Ведь слово евангельское наставляет нас «любите врагов, молитесь за обижающих, благоставляйте проклинающих». Но в мире все наоборот. И этика, нравственность и мораль Нового Завета она как бы опрокидывает логику этого падшего мира, где приоритеты расставлены совсем иначе. Если мы откроем с вами Евангелие от Матфея, пятая глава, то здесь мы видим слова «блаженные нищие духом, а в мире блаженные гордецы, богатые». Здесь сказано «блаженные плачущие, а в мире блаженные хохочущие». Здесь сказано «блаженные кроткие, а в мире блаженные, то есть счастливые, наглые. Блаженные алчущие и жаждущие правды, а в мире блаженные, радостные, присытившиеся. У нас блаженные милостивые, у них коростолюбивые, у нас блаженные чистые сердцем, у них грязные, которые наслаждаются своими пороками, о своих грехах говорят открыто, без стеснения. У нас блаженные миротворцы, у них агрессоры, у нас блаженные изданные за правду, а у них гонители, у нас блаженные поносимые, а у них те, которые злословят других людей». То есть «мы и они» – это как свет и тьма, «мы и они» – это как овцы среди волков. «Господь далее дает совет семидесяти, не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Вот эти слова Христа немножко непонятны, потому что в другом случае Он говорит, если вы приветствуете только братьев ваших, что вы особенно делаете, не так ли поступают и язычники? Возникает как бы внешнее противоречие. Святитель Амбрусий Медиаланский устраняет это противоречие следующим рассуждением. Он рассуждает так. Когда человек совершает какую-то важную миссию, ему нельзя отвлекаться. И если он будет идти для совершения важной миссии и при этом начнет приветствовать всех подряд, ну тут, конечно, надо еще и понимать темперамент восточных людей. Тут не обойдется от ответственных приветствий, от приглашений, зайти в гости. И все может растаять в таком вот празднично-торжественном суисловии. А когда мы призываемся к проповеди Евангелия, это не вопрос досуга или свободного времени, куда пойти в воскресенье. Это вопрос жизни и смерти. И мы именно так серьезно должны к этому относиться. Поэтому эти слова из Евангелия от Луки не перечеркивают то, что говорит Христос в Нагорной проповеди. Мы должны быть приветливы, но при всем при этом цели устремленны, то есть быть людьми, которые не останавливаются на том поприще, которое им поручает Христос через Святую Церковь. Как и сказано, неблагонадежен для Царствия Божия тот, кто, взявшись за плух, оборачивается назад. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому сему!» Эти слова сами по себе являются приветствием, поэтому внешне как бы запрет, никого не приветствуйте, его надо принимать с оговоркой. «И если будет там Сын Мира, то почиёт на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». То есть, когда христианин произносит эти слова «Мир вам», по-еврейски это шалом, алейхем, он не просто проявляет такт или придерживается определённой традиции, он благословляет этот дом этих людей, по отношению к которым произносятся эти слова. Мы так и понимаем эти слова, когда они произносятся в православном храме, когда священник, осеняя крестным знамением верующих, собравшихся в Доме Божьем, говорит «Мир вам!» И мы должны преклонять свои головы в этот момент, чтобы оказаться достойными принять мир Божьей благодати, ибо мы знаем, что Господь гордым противится, а смиренным даёт благодать. Сын мира, которого мы хотим обнаружить в каждом доме, это человек, у которого сердце открыто для рассуждения над Словом Божиим. Он как бы уже предуготовлен призывающей, предваряющей благодатью Духа Цветаго выслушать слова евангельского проповедника. «Если будет там Сын мира, то почиёт на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». то есть мы ничего не теряем, когда нас где-то не принимают и даже оскорбляют, и даже изгоняют. Напротив, сказано «радуйтесь, веселитесь, если вас гонят, если вас злословят». Далее, седьмой стих и ниже. «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достойн награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». Ну вот, наверное, так называемые свидетели Иеговы, которые ходят из дома в дом, они, наверное, не читали Евангелие от Луки. Кстати, в Евангелии Христа не говорится, что надо проповедовать всем подряд. Наоборот, говорится, в какой город, селение войдете, узнайте, кто достоин. И, находясь в этом доме, не переходите из дома в дом, потому что очень важно доводить работу до конца. А самый правильный формат миссионерского служения – это работа с целой семьёю. И в результате такого формата служения мы видим в книге «Деяний святых апостолов» «Крестился такой-то и дом его». «Крестился такой-то и дом его». То есть вся его челядь, все его рабы, все его слуги, дети и взрослые. И далее мы читаем «И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат». То есть не будьте привередливыми, не отказывайтесь от того, что вам предлагают люди, даже если это постный день, но люди просто не знают, как нас отблагодарить и дают от чистого сердца то, что имеют. Был такой случай, насколько я помню, Антоний Великий шёл со своим учеником и они шли по пустыне и один бедуин пригласил их к себе и он сказал «У меня есть трапеза, это было засоленное мясо, вкусите вместе со мною». Было время поста. Ава Антоний благословил и они стали есть это солёное мясо. Наевшись, они поблагодарили этого человека и пошли дальше. И вот они идут и очень захотелось пить. И молодой монах увидел источник воды и он попросил Ава Антония «Благослови отче, мы попьём здесь». На что Ава Антоний ответил «Нет, не благословляется». А вот теперь пост. Действительно, мы иногда можем допускать какие-то послабления, как и здесь сказано, там не переходите из дома в дом, ешьте, что вам предложат, но это не означает, что мы идём на череду бесконечных компромиссов. Мы должны восполнять такие как бы необходимые пробелы, связанные с миссионерской открытостью, другими духовными подвигами. И исцеляйте находящихся в нём, то есть в городе больных. И говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Действительно, Царствие Божие, оно приближается к домам людей, к их семьям, тогда, когда священнослужители, проповедники Евангелия входят в эти дома и в эти семьи, в эти города и в эти сёла. Если же придёте в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Что значит это действие, что даже прах, прилипший к одежде, к обуви надо отрисать, выходя из такого города, где не хотят принимать свет Святого Евангелия. Это значит, что мы должны дистанцироваться от того образа жизни, который приводит людей в такое бесчувствие, и они неспособны слушать Слово Божие. Далее Христос произносит слова, которые по-своему очень таинственны. Сказываю вам, что Содому в день оной, то есть в день суда будет отраднее, нежели городу тому. О чем здесь говорит Христос. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 10-я глава, 15-й стих. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гаморской в день суда, нежели городу тому». Вот эта мысль, она подтверждается в двух евангельских текстах и у Луки, и у Матфея. О чем это? Христос однажды произнес такие слова. «Если бы в Содоме и Гаморе, в этих страшно извращенных городах, были явлены чудеса и знамения, которые были явлены в еврейских городах, то эти бы города Содом и Гамора стояли бы до сих пор. Стояли бы до сих пор». Поэтому здесь проводится сравнение, сказываю вам, что Содому в день Оной, то есть в день Суда, как мы выясняем по Матфею, будет отраднее, нежели городу тому. Оказывается, самый страшный грех – это грех гордыни, когда человек сам замкнутый на себя отказывается принимать Слово Божие, воспринимать библейское откровение как Господнее руководство к действию. Он хуже любого садомлянина, он хуже любого жителя Гаморы. И далее Христос вспоминает и другие места, где нечто подобное имело место быть. «Горе тебе Хоразин, горе тебе Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум» – гордость Капернаума здесь ставится в такой печальный пример. «До неба вознесшийся, до ада не сверднешься». И действительно этот город очень сильно пострадал во время Первой Иудейской войны, во время Второй Иудейской войны, но главное он был не восприимчив к проповеди Христа, к проповеди Евангелия. И в некоторых случаях Христос по их неверию даже не мог сотворить у них никакого чуда. Проповедь Евангелия, она продолжается в этом мире. Сейчас, когда вы с друзьями слушаете эту воскресную беседу, я думаю, перед вашими глазами лежит Евангелие дня, и вы следите по тексту, вы тоже являетесь как бы участниками этого процесса. Слово Божие обращено к разным людям, разных национальностей, разных вероубеждений. Для православного человека проповедь Евангелия это укрепление его веры, потому что Библия учит, что вера от слышания, ослышания от Слова Божия. И более того, как говорил блаженный ироним Стридонский, не знать Писания означает не знать Христа. Ведь Христос есть логос, Слово, которое стало плотью, и, следовательно, через Писание мы имеем общение с Ним. Как апостолы писали, мы не знаем его теперь по плоти, но по духу. Новый Завет это евангельское слово, оно с нами. И всякий раз, когда оно благовествуется, мы должны думать о том, что это голос самого Христа. И действительно, отцы церкви наставляют нас, что где бы не читалась Евангелие в городе или в селе, кто бы не читал Евангелие, епископ, пресвитер или диакон, воспринимай это чтение как слово самого Христа. И растворяя это слово святоотеческими комментариями, мы глубже входим в мир Нового Завета, как бы объемлемся благодатью этого слова. Как и сказано, блажен читающий и слушающий слова книги сей. Спасибо вас, Христос! !